Всем большой привет! Меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя на канале. И сегодня у нас апокалипсис. Я по нему соскучилась, поэтому очень рада сюда вернуться. И стартуем мы с вами не просто так, а с режима строительства. И на самом деле это не просто так, а всё потому, что у нас произошли довольно-таки глобальные изменения в правилах. И особенно большие изменения произошли в новой появившейся фишке от разработчиков, а именно испытания участка. Да, это в общем-то обновление с испытаниями вышло уже довольно-таки давно. Практически в то же время, когда вышло дополнение «Загрытная жизнь», которое у меня приобретено, кстати. Поэтому сейчас наш апокалиптический домик должен претерпеть некоторые изменения. Но всё, что касается покупки чего-то или наоборот какой-то перестройки, я об этом ещё обязательно упомяну сейчас, всё по порядку. Обо всём по порядку, так скажем. Но с самого начала мы с вами должны разобраться вот с этим вот. И да, раньше у нас было три черты нашего участка. И как видите, уже осталась только одна – налей линии. Я так полагаю, что мы не должны заново перебрасывать вот это всё дело с помощью генератора. Я так полагаю, что вот у нас как выполнено на линии линии, так оно и должно остаться. Но мы должны с вами догенерить ещё две черты участка. А вот с испытаниями уже потом, попозже разберёмся. Вот это будет самое интересное, пожалуй. Но что касается черт участка, то давайте я прямо сейчас сгенерирую номер. И мы с вами посмотрим по списку от Трис, что нам выпало. И доберём две недостающие черты участка, чтобы всё было по-честному. И всего у нас с вами 44 черты участка. Поэтому я вбиваю в генератор диапазон от 1 до 44. И мы выбираем сгенерировать число. И у нас число 7. Кстати, вроде как счастливое число. Как говорят, посмотрим, что это у нас такое. И здесь у нас написано «Гремлинги». Но дело в том, ребята, что, видимо, нам придётся перебрасывать, потому что такой черты участка больше нет. Гремлинги у нас перекочевали вот сюда в испытание. И это довольно-таки жёсткое испытание. Насколько я знаю, с ним играть тяжело. Что ж, давайте, значит, будем перебрасывать. Сгенерируем ещё раз. От 1 до 44. У нас число 9. Недалеко мы ушли от 7. И 9 это у нас детские забавы. Ну, в принципе, такое ощущение, что дети здесь учатся лучше. Ну, довольно-таки полезная, я скажу вам, черта участка. Вот. И мне кажется, очень даже лайтовая. У нас как-то, знаете, какой-то тут детский сад постепенно выстраивается. Всё связанное с детьми пока что выпадает. Ну что ж, давайте сгенерируем тогда третье число. Для третьей черты участка. И это у нас число 36. Вот так вот внезапно мы ушли далеко. И 36 это у нас сейсмическая активность, ребята. Сейсмическая... А, кстати, да, нам снова нужно перебрасывать, потому что сейсмическая активность у нас перекочевала опять-таки в испытания. Да что ж такое? Что ж, ну давайте... Ну давай, выпади нам какая-нибудь нормальная черта. Так, число 40. Число 40. Я смотрю по табличке. И это у нас убежище тишины. Слушайте, ну прям очень лайтовое, я вам скажу, где это убежище тишины. Прям очень лайтовые нам попались черты участка. Так, тишина и покой. Убежище тишины. И атмосфера уединения означает, что здесь ничто не отвлечет великие умы от изучения логики или ракетостроения. Ну, в общем-то, я вам скажу, ребята, нам можно сказать, что нам действительно повезло с чертами участка. Потому что они прям такие направленные на обучение и на детей. Что касается испытаний. Вот, сейчас будет весело. Я сбрасываю все, что у нас есть. И да, мы сейчас прямо с вами должны будем вот так вот кубиком сгенерировать наши испытания. Посмотрим, что нам выпадет. И у нас должно быть три обязательных испытания. Это простая жизнь, жуткий и жизнь без удобств. Но она может выпасть абсолютно все, что угодно. Кстати, свалка доступна... Так, недоступна для жилой дома. А, все понятно. Ну, слава богу, что свалки у нас хотя бы быть не может. Уже от этого легче. Ну, что ж, давайте посмотрим. Повезет нам, не повезет. И у нас грязнули и дикие лисы. Два абсолютно левых испытания. Что ж, у нас будет все быстро пачкаться. И к нам будут... Слушайте, вы... Вот просто вы не поверите. Но я все время смотрела на это испытание и думала, как же будет весело, как будет забавно, если к нам на Сулане будут заходить лисы. И что вы думаете? Нам выпали дикие лисы. Ну, что ж, мне кажется, что это вполне себе лайтовенько. Хотя, ну, грязнули не очень приятные испытания с дикими лисами. Ну, что ж, посмотрим. Ну, кур у нас не будет, сразу вам скажу. Поэтому, в принципе, я не знаю, что тут делать с диким лисом. Ну, да ладно, посмотрим, как нам будет играться в Сулане с дикими лисами. Мне кажется, это будет забавно. Но теперь давайте добавим у нас жизнь без удобств, жуткий и простая жизнь. Вот. Итого у нас получилось 5 испытаний. Это такие много, хочу я вам сказать. Но, в принципе, я могу сказать, что нас пронесло. И довольно-таки повезло с набором. Что испытаний, что черт участка в особенности. Они вообще очень такие лайтовые получились. И да, с этим мы закончили, ребята. Я вас поздравляю. Переходим в раздел тип участка. И вот тут я заметила, ребята, что почему-то мне доступен только жилой дом. Я не знаю, может быть, потому что это я через режим жизни как-то заходила. Но дело в том, что после того, как у нас умрет самый первый персонаж на нашем участке, мы должны будем изменить его тип с жилого дома на дом с призраками, с привидениями. Ну, в общем, как-то это так называется. А с другой стороны, конечно, я не смогу назначить этот тип участка, потому что у меня пока что нет каталога паранормальная. Да, поэтому, окей, ладно. Пока что свои претензии я убираю к игре. Да, но я, конечно же, приобрету его обязательно. Даже не думайте об этом. Я приобрету себе паранормальное. Просто я жду скидок. Ну, не знаю, дождусь я их или нет. Возможно, куплю просто так. Но надо сказать, что я купила пылесосы. Я в династии об этом говорила, кстати. Да, комплект непылинки я приобрела, поэтому у нас сейчас все будет загрязняться. Мало того, что у нас и так черта участка, вернее, испытания грязнули, так еще и пыльные короли у нас тут будут чудить. Ну, ладно. Посмотрим, что из этого всего выйдет. И да, кстати, я обнаружила, что у нас в багаже семьи столько разных классных карьерных наград. В общем-то, тут и за то, что Джулия закрывала свою карьеру есть, и за маршаловских несколько карьер, за тайного агета, и за рыболова есть награды. В общем-то, это, конечно, все очень круто и интересно. Я надеюсь, что мы с вами доиграем до того момента, когда мы сможем все это достать. Что касается еще также нашего домика, как только наступит воскресенье, сейчас я не буду ничего менять, потому что у нас пятница, ребята, но как только наступит воскресенье, то наш домик ждет глобальные изменения. Во-первых, я должна буду снести крышу, потому что с приходом новых правил нельзя строить крышу. Ну, вернее, как, если вы построили крышу, то вы уже больше не сможете ее никак убрать, и никак не сможете, например, увеличить домик вверх. А для апокалипсиса это просто необходимо. Конечно же, мы будем расширяться, вернее, мы будем расти вверх. Я думаю, что у нас появится и третий этаж, возможно, четвертый. Не знаю. Пока что я так сильно далеко не заглядываю, но дело в том, что у нас как бы куча симов в семье, куча детей, поэтому, конечно же, надо будет их куда-то селить. Поэтому третий этаж это прям must-have, и он у нас обязательно будет. И также, что касается нашего домика, какие будут изменения, мы снесем всю вот эту вот красоту. Наш вот этот вот уютный желтенький сарайчик уже таковым не будет. У нас будут... Ну, снаружи мне Трис официально разрешила оставить это покрытие. А вот внутри в нашем домике будут просто серые стены, и полы тоже будут совершенно обычные. Поэтому, да, потому что вся эта красота запрещена. И слава богу, что я, как человек, который начал апокалипсис довольно-таки давно, то я имею право, конечно, перестроить дом и избавиться вот от этой крыши. Потому что если бы я стартовала апик вот совсем недавно, то была бы беда, ребята, я бы больше не смогла расти вверх, и было бы тяжело. Действительно, было бы очень тяжело. Пришлось бы делать комнаты как-то в подвале, как-то выкручиваться. Да, и поэтому мы сейчас с вами, конечно же, затоит дыхание, ждем в воскресенье, и у нас будут прям глобальные изменения. Еще раз повторюсь, у нас появится корова. У нас появится корова, да, целая зверинец у нас будет, корова. Лисы будут захаживать. Я надеюсь, что лисы хотя бы коров не обижают. Но, в общем-то, будем смотреть. И да, у нас сейчас с вами пятница, 4 часа утра. Кстати, да, наконец-таки в моей игре появилось действие, которое позволяет избавиться от вот этих растений. Вот, вырвать растения раньше этого действия не было. Не знаю почему. Но сейчас, после множества обновлений игры, наконец-таки все появилось. Поэтому Джулия обязательно этим займется. Но чуть попозже. Давайте вы, ребята, все доспите. Да, кстати, Алиса, я тебя поздравляю. У нас тут появилась новая черта участка, поэтому я надеюсь, что тебе будет намного проще прокачиваться. Ну и давайте я отправлю ее все-таки... Вот, я отправлю ее спать. Оставим это чуть на попозже. Время у нас есть. Да, у нас еще два дня до взросления. Поэтому все в порядке. И отлично, что у нас еще есть два дня. Потому что в воскресенье, получается, мы пристроим к нашему домику третий этаж. И будем оборудовать его уже под нормальные такие комнаты детские. Ну, как сказать, они, конечно, будут и детские, и в то же время они должны подходить уже и под подростков, и под взрослых. То есть, я думаю, будем покупать такие... Выстраивать в ряд одинарные вот эти вот кровати на одного персонажа. Вот, не знаю, пока что не планирую я еще двухспальных кроватей. Мне кажется, что будет как-то целесообразнее построить комнату, где было бы побольше одинарных кроватей, чтобы там смогли проживать одновременно. Ну, побольше персонажей, хотя бы четверо, ну, или уже в крайнем случае там трое. Так, и у нас проснулась Ракель. Отлично. И все мысли, конечно же, о ком? Конечно же, о папке. Кто бы сомневался, кто бы сомневался, что дети думают только о папке. Ребенок у нас хочет есть. Кстати, что касается еды. Я когда монтировала предыдущие, отснятые заранее серии, я просто была в шоке от своей глупости. Потому что я запихивала рыбу в холодильник, который абсолютно никак не работает. Да, конечно же, сейчас я понимаю, что у нас все-таки черта участка, вернее, испытание участка уже есть без удобств. При таких условиях у нас нет не только воды, но и электричества. Соответственно, холодильник, конечно же, конечно же, тоже не работает. Почему я до этого не додумалась раньше, не понимаю. Но, слава богу, что у нас закрыта карьера рыболова. Ну, благодаря вот этому вот молодому человеку. Поэтому нам, в принципе, это не страшно, потому что мы сможем готовить с вами рыбные блюда любое количество раз в день. И это действительно классно. Ребенок, давай ты, пожалуйста, не будешь будить. Руки слишком напуганной, не хочет спать в кровати. Я тебя поняла. Но если ты не хочешь спать в кровати, то давай тогда ты позанимаешься полезным делом и, например, построишь пирамидку. Хотя, не знаю, что у нас очень туго все идет с мышлением, поэтому давай ты будешь изучать унитаз, перестать пользоваться коммунальными услугами. Что это такое? Мне кажется, такого действия раньше не было. Подождите. Этот объект больше не будет потреблять воду или электричество. И все действия, связанные с использованием воды или электричества, будут недоступны, даже если у вас имеется излишек. Не, наверное, не надо. Наверное, не надо нам так делать. Отлично, получи навык мышления. Все, давай, дорогая, изучай унитаз. Да. И, кстати, у нас пятница. У нас пятница, Джулия, ты работаешь сегодня? Да, ты работаешь. Отлично. Давай тогда ты проснешься и отправишься. Ты можешь? У тебя есть вообще рыба, дорогая моя? Скажи, у тебя есть рыба в погаже? Ну-ка, покажи мне. Да, отлично. У Джулии есть рыба и еще кучу всякого. Куклу Вуду. Кукла Вуду, мадам Зоя, откуда? Погодите. Откуда она? А, это, наверное, она выловила все, я поняла. Да, куча мусора. Отлично. Значит, у нас есть рыба. Значит, мы можем ее приготовить. И давайте приготовим у нас рыбное блюдо. А почему мы не можем готовить любое рыбное? А, три рыбы надо? Я тебя поняла. Я тебя поняла. Значит, значит, Джулия у нас сейчас отправляется на рыбалку. Комендантский час у нас закончился успешно. Поэтому давай отправиться на рыбалку. Вот. И потому что нам нужно чем-то кормить наших детей. И вообще, в принципе, нам нужно как-то питаться, как-то выживать. Поэтому давай ты пойдешь и словишь еще рыбы. И вот это нужно, конечно... Вот, конечно, нужно от этого избавиться. Боже мой, кошмар какой. Боже мой, какой кошмар. Вы только на это посмотрите. Ай, ужас. Да, обязательно нужно вырвать эту гадость. Так, ребенок, как у тебя дела? Ты изучаешь унитаз. У тебя все прекрасно. Покажи мне, как мышление от этого растет. Ну, очень медленно. Вот это... Вот это правда надо целый день потратить. Вот так вот тыкая и тыкая, чтобы ребенок изучал какие-то предметы. Вот просто что это, что это, что это. Да, Ракель, беззащитная малышка. Я знаю. Все в порядке. Не переживайте, не переживайте. Мы сейчас покормим ребенка. Да, да, пожалуйста. Давайте не будем волноваться. Вот у нас тут есть, кстати, кокос. У нас есть кокос. Ты с ним ничего не можешь сделать. Почему ты с ним ничего не можешь сделать? Ладно, давай я тебе помогу. Пускай тогда у нас Ракель перекусит кокосом. Вот. А то, знаете, мне как-то страшно. Мне как-то страшно, когда у нас такие уведомления приходят. Так. И что такое? Почему ребенок не может есть кокос? Вот. Есть кокос. Спасибо. Большое спасибо. Любезный, вы проснулись, да? Кстати, я подумываю о том, чтобы устроить маршала на работу. Потому что все-таки, мне кажется, одной работающей Джулии недостаточно. Особенно по понедельникам. Не трогай ребенка. Особенно по понедельникам, когда у нас нужно платить дань мафии. Так, пошли. Пошли сюда, соберешь воду и принять душ. Вот так вот ты сделаешь. Так, ребенок, ты сейчас поешь кокоса. Вот, отлично, тебе стало легче. Так, Джулия у меня споймала рыбу. Ну, все, отлично, Джулия, давай тогда хорош, заканчивай. И беги сюда, гриль. Вот, мы приготовим с вами не жареную рыбу, а именно рыбу в конверте из листьев. Потому что, если я ничего не перепутала, ее могут есть дети. А это нам очень важно. Так, голосование открыто. Интересно, за что проголосуют наши любезные жители Сулани. Давай мы не будем плакать. Давай мы еще поизучаем с тобой что-нибудь. Например, например, компьютер ты не можешь изучать. Ну, давай тогда отправимся к унитазу. Продолжим штурмовать унитаз. Да, кстати, как поживает Беатрис? Беатрис, вот, кстати, не жалуется на голод. Да, вроде как у нее все нормально. Алиса. Алиса тоже в порядке. Алиса лучше всех себя чувствует в этом плане, конечно, в плане питания. Так, дорогая, ты где? Ты уже готовишь. Отлично. Давай, готовь рыбку, покормишь всю семью и отправишься у нас зарабатывать денежки. Денежек нам надо много, потому что нам нужно будет приобрести хлев. У нас появится корова. Корова в Сулане. Лисы в Сулане, боже мой. Видели ли вы когда-нибудь такое? Вот у меня в игре, пожалуй, и увидите. Образ жизни в процессе. Образ жизни в процессе. Ну, хорошо, хорошо. Допустим. Так, отлично, мы приготовили еды. И это просто замечательно. У нас великолепное качество. 10 часов оно будет годно. Поэтому супер. Давайте отправлять наших детей всех сюда. Я надеюсь, что у нас справятся наши малышки с спуском по лестнице. Не знаю, сейчас посмотрим, как вы одолеете это, девчонки. Беатрис очень голодна. Все в порядке, сейчас Беатрис поест. Все, так что не переживайте. Переместим рыбу вот эту в мир. Переместить в мир. Вот, давай. Быстрее, 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 пожалуйста. Отлично, я поставила на пол. Это просто супер. Все, дети, налетайте, налетайте. Скорее ешьте, потому что мне за вас очень страшно. Так, Маршал, кстати. Куда плавать? Ты что? Ты с ума сошел? Блинский, ребята, не уследила. Маршал, господи, уходи, уходи отсюда. Боже мой, неужели штраф? Неужели штраф, ребята? Я не хотела этого. Какой кошмар, какой ужас, господи, боже мой. Маршал, просто вот... Как ты меня иногда раздражаешь. Вот какой-то все-таки мужик противный. Вообще не апокалиптик ни разу просто. Так, проверить малыша. Не надо проверять малыша. Маршал, все, хватит. Хорош, иди сюда, иди сюда, пожалуйста. Все, от греха подальше. Вот реально, надо устраивать его на работу, чтобы он тут не шатался под ногами и не зарабатывал мне штрафы. Так, 24 минуты до работы. Господи, боже мой, какой-то хаос начался, мне кажется. Так, Алиса у нас еще спит. Наконец-то этот ребенок, это спится. Господи, боже мой, наконец-то подросли ее сестры. Наконец-то она выспится. Я этому просто несказанно рада. И да, кстати, давайте мы показать сведения о счетах. Так, мы должны сохранять электричество, и воду мы должны тоже сохранять. Вот, электричества у нас вообще нету. Ну, хотя бы есть вода. Да, мы с вами должны будем копить электричество, и в будущем, я думаю, будем покупать электрогенераторы для того, чтобы у нас работал все-таки наш холодильник. Так, дети, вы едите или нет? Давайте, ешьте, ешьте. Я вас умоляю, господи, как штырит этих младенцев. Это просто страх какой-то. Давайте быстрее ешьте, не пугайте меня. Так, а ты, пожалуйста, не трогай, Бога ради, ты не трогай детей. Так, Маршал, ты идешь? Все, ты больше не будешь купаться? Смотрите, какая девушка. Это у нас мафия, все понятно. Я думаю, такая интересная, голубоволосая. А у нас она просто мафиози. Ну, кстати, она какая-то как будто с Генриной игрой, но в то же время вроде и нет, потому что игра, ну, не может она нацепить татухи и такой макияж необычный довольно-таки. Нет, все-таки на походу все-таки кем-то создано. Но она член мафии. Как видите, об этом говорит буквочка М. Да, слава богу, у нас все помечено. Поэтому, если что, мы знаем, что нам нельзя общаться с этой барышней. Все, слава тебе, господи, Джулия отправляется на работу. Маршал, кстати, а ты можешь это вырвать растение? О, отлично. Давай ты не будешь страдать ерундой. Давай ты у меня повырываешь вот эти вот мусоровощи, потому что мы не можем пока что заниматься садоводством. Упорно пускай у нас поработает Джулия. Все, отлично, девочки едят. Слава тебе, господи. Слава тебе, господи, у нас девчонки едят. И все должно быть у нас хорошо. Я думаю, что у нас либо одна, либо две девчонки будут закрывать детские карьеры. Хотела бы я закрыть, к слову, жизнерабочего. Вот, для того, чтобы мы как раз-таки могли заниматься садоводством. Еще что бы я хотела закрыть? Это, конечно же, продавца. Вот, довольно-таки полезная карьера. И мне кажется, на первых порах ее было бы здорово закрыть, чтобы потом уже с этим не мучиться. Вот, поэтому... Ну, в общем-то, будем смотреть. Будем смотреть. Я еще, кстати, ребята, подумываю все-таки о том, чтобы завести больше детей. Да. Как бы, не знаю зачем, не знаю почему, но вот почему-то, вот почему-то хочется мне. Судя по всему, я такой, знаете, в общем-то, любитель хардкора. Мне его мало, поэтому я подумываю действительно над этим. С успехом и радостью заявляю вам, что наша мамка-семейство вернулась домой. И у нас с вами шесть с половиной тысяч прямо сейчас. И это прям замечательно. Да, но, к сожалению, больше мы на этой неделе не работаем. Уже совсем скоро воскресенье. То есть, денежек у нас вот к этой сумме уже не прибавится, я так полагаю. Ну, если только Маршал, конечно, не устроится на работу. Вот, ну, не знаю, не знаю, посмотрим. Может быть, я его все-таки и устрою. Хотя он довольно-таки здорово тут у нас помогает по хозяйству. Но я думаю, что они с Джулией, конечно, будут сменять друг друга. Да, тут у нас происходит сейчас полный детский сад. Немножечко вакханалия, потому что, в общем-то, дети прокачивают разные насы. Навыки. Например, Рокея уже все, она спит, она больше не может. Вот, у нас тут был подряд, в общем-то, семейный по приручению и приучению детей к горшку. Кстати, надо будет, я думаю, еще докупить горшок или даже два, на всякий случай. Почему бы и нет? Как бы, если что, в багаж семьи убрать не проблема. Вот, Беатрис у нас тут, в общем-то, без одежды прокачивает навык передвижения. Да, уже достигает третьего уровня. И это прям супер. Алиса у нас продолжает мучиться с этими кубиками. И она должна прямо сейчас у нас достигнуть... Да, закрыть, в общем-то, еще один гештальт. И достигнуть третьего уровня в навыке мышления. Это значит, что у нас все навыки у Алисы будут по тройке. И счастливого малыша мы все-таки с вами получим. Мне кажется, что это очень классно. Да, будем копить кокосы и ананасы. Я думаю, что все-таки во втором поколении кто-то из наших девочек будет закрывать разнорабочего. Потому что я хочу, я хочу у нас в подвале плантацию развести кокосово-ананасовую. Еда, знаете, в апокалипсисе еда лишней не бывает, пока у нас проблемы с электричеством. Пока у нас вообще все это настолько нерабочее, то, да, еду мы должны брать откуда угодно стараться. Вот, так, отлично, давай уже иди домой. Так, Джулия у меня рыбачит, отлично. Я за ней внимательно слежу, потому что маршал своим плаванием меня очень сильно напугал. Да, на какой-то фестиваль пытается позвать нас мафия. Ну, а мы все знаем с вами, что это ловушка, что нельзя ни в коем случае туда идти. Так, Алиса, когда уже ты закроешь этот навык свой мышления? Давай, пожалуйста, быстрее, я тебя отправлю спать и больше не буду мучить никакой прокачкой. Ты уже, наконец-то, со всем разберешься и будешь просто спокойно отдыхать. Но нет, нет, она не хочет, она так и не закрыла мышление. Давай, пожалуйста, изучать формы. Джулия ловит глаза Сулани. Ну, Джулия у меня молодец, я даже в этом не сомневалась, в принципе. Так, а ты что? А ты у нас, кстати, какого уровня достигла? А, третьего, в принципе, уже этого более чем хватит, поэтому сейчас ты у меня можешь заняться. Чем бы ей заняться? В принципе, ему всегда можно чуть что-то поизучать унитаз, да, поэтому, знаете, это такое универсальное действие. Если не знаете, чем занять детей, то пусть они изучают унитаз. Вот, есть рыба. Ну, поешь, правильно, почему бы и нет. Да, почему бы и нет, покушай. Тут пока еще вкусняшка эта не стухла, поэтому давай, кушайте, кушайте. К слову, как вы можете заметить, у нас уже давно-давно был достигнут третий уровень в мышлении. Просто у Алисы зависла колбочка, поэтому я мучаю ребенка просто так. Все, Алиса, прости меня, пожалуйста, я тебя поздравляю, ты отстрелялась, ну, по крайней мере, на своем малышковом возрасте точно отстрелялась. Все, ребенок, можешь идти спать. Я тебя с этим поздравляю. Да, игра почему-то знатно подглючивает. Надо будет что-то мне, наверное, с этим порешать, потому что как-то, знаете, у меня тут и Маршал уже ел пустоту, да, то есть тарелка не отображалась. И что ты хочешь поболтать, Джулия? А тут заключить в бятие, Джулия, понятно. Да, Джулия у нас, кстати, еще, по-моему, что-то выловила, а нет, ну, только рыбку она еще одну выловила, и того, сколько у нас рыб, у нас только две рыбы, ну, это не очень хорошо, поэтому, да, давай будешь дальше рыбачить. У меня только что довольно-таки интересная ситуация произошла. Маршал у меня вообще, Маршал меня расстраивает, он только что чуть второй раз не, в общем-то, в самоволку не сделал запрещенное действие. Мало того, что он у нас поплавал с утра так хорошенько, так еще я сейчас дала им действия, чтобы они с Джулией пообщались. Как вы видите, они пообщались довольно-таки успешно, у них отличное настроение. В общем-то, Маршал уже весь такой кокетливый. Что вы думаете, стоило мне только на секунду отвлечься на Беатрис, я ее отправила спать благополучно, наконец-то оттащила ребенка от унитаза. Как тут? Я смотрю, что Маршал что-то Джулии предлагает, ну, благо я уже немножечко в курсе, какому действию какая анимация соответствует. Смотрю, а у него в перечнях действия тут заняться в уху. Ты обалдел, дорогой мой, скажи мне, пожалуйста, вот просто, ты сегодня, по-моему, просто обалдел. Вот я не знаю, вот что мне делать с ним, вот что мне делать с этим засранцем. Конечно же, я сразу же отменила действие, как вы видите, никакого в уху не было, вот, даже, по-моему, для этого можете посмотреть. Правила я не нарушала, в уху никакого не было, но я так подумала. Может быть, может быть, это намек на то, что, как бы, а может быть, все-таки попробовать нам еще раз зачать ребенка. Ребята, я не знаю. Возможно, я сейчас сделаю какую-то ошибку, но я думаю, знаете, так, может быть, просто как бы вот попробовать, да, а там, что будет, то будет, потому что вообще, по сути, дети у нас зачинаются довольно-таки сложно, учитывая то, какая здесь экология, как жесток мир Апокалипсис, и вообще, в принципе, вот у нас действительно дети, ну, вы знаете, у нас и Алису тоже нам было очень тяжело зачать, и Ракельс Беатрис тоже далеко не с первого раза. И я так подумала, знаете, может быть, может быть, вот просто как бы вот попробовать, да, а там вот как бы получится, не получится, вот они же хотели в уху, да, но в уху у нас, конечно же, в Апокалипсисе быть не может, поэтому, может быть, просто вот как бы под вот это вот все зловоние, под вот этот вот весь кошмар, вот эту вот всю просто отвратительную обстановку. Господи, боже мой, ужас какой, простите, мне дорогие симы. Ну, пускай попробуют, я не знаю, ребята, вот почему-то, почему-то я решила, как бы, что будет, то будет, в любом случае, мне кажется, знаете, мне кажется, что все-таки я хочу, чтобы Джулия родила еще раз, вот не знаю, как-то не покидает меня эта навязчивая идея, да, как видите, у Алисы так до сих пор застрявшая эта колбочка, не знаю, что с этим делать, может быть, в игру перезайти, не знаю, посмотрим. Вот, поэтому я решила, ладно, ладно уже, пускай будет, там посмотрим, что из этого всего получится. А кто это у нас такой красивый? Хейли Тешира. А, Хейли я помню, да, такая прям в ластах с маской, просто посмотрите на эту барышню, обалдеть. Ну, в общем-то, да, я думаю, конечно же, по потребностям мы с вами узнаем, получилось у них там чего или нет, вот, будем смотреть, но пока что у нас вот так вот. Три ребенка мирно спят, конечно, с Тоддлерами уже попроще, чем когда, например, есть младенцы и Тоддлеры, вот, ну, по моему мнению, вот их положил как бы спать и все, их можно как-то занимать, они как-то сами могут прокачиваться уже более-менее, поэтому это классно, мне кажется, узнать лучше Джулия. Да ты уже и так ее знаешь по самой, я не хочу, поэтому даже не знаю. Возможно, сейчас у нас будут ночные поболтушки, вот, а возможно ты что-то убрать и помыть. Вот правильно, хорошие мысли тебя посещают, я поддерживаю. Джулия у нас немножко грязненькая, я думаю, она уже сейчас не пойдет мыться. Давай, ты ж не сможешь это выбросить, да, ну, просто тут как лежала, так и будет лежать, я так полагаю. Или ты, ну, ладно, хотя бы вынеси тогда уже на улицу, мне кажется, уже как-то будет поприятнее, что ты хочешь поцеловать. Ну, да, конечно, Маршал Джулию любит, это как бы мы все знаем, вот, да, это мы все знаем, действительно. О чем задумался, дорогой, о чем задумался, все у тебя хорошо по жизни, да? Ой, любитель нарушить правила, конечно, да, и на работу он опаздывал, как вы все помните, наверное, и здравствуйте, здравствуйте, а что вы здесь делаете? Я стесняюсь спросить, погодите, у нас же, у нас тут Джулия, вернее, Джилла у нас здесь не умирала, ребята, как видите, тут нету никаких урн, урны я не продавала никакие, в общем-то, Джилла у нас не умирала, это я вам говорю 100%, а, это, наверное, из-за того, что у нас черта характера, вернее, черта участка, это, жутки, да, и поэтому Джилл решила прийти к нам. Все понятно, все понятно, ну что ж, ладно, добро пожаловать. Ребят, хотите прикол? Наша Джулия появилась в действии очистить желудок. А, господи, капец, неужели у нас получилось с первого раза, ребята, вот так вот, знаете, когда надо, когда мы хотели детей, да, мы реально, вы помните, у нас так долго не получалось, мы так долго мучились там, сколько у нас было, 5-6 попыток, ну просто очень много, а сейчас просто я решила, думаю, а почему бы и нет, на бум просто, знаете, тыкнула, получится, не получится, получится, не получится, и у нас, походу, получилось, вот так вот, с первого раза. Обалдеть, обалдеть можно, я в шоке, конечно. Ладно, ребята, давайте, наверное, на этом я уже тогда, о, да, понятно, это у нас ещё нету маршал-черты участка, вернее, типа участка дом с привидениями, да, так что ты ещё у нас не знаешь, как оно может быть. Я думаю, что на такой ноте, в принципе, я уже буду заканчивать эту серию, я, как всегда, думала, что я отыграю несколько дней, там, 3-4, возможно, но в итоге я отыграла только пятницу, что-то меня потянуло с вами, в общем-то говоря, поболтать, да. Да, надеюсь, что эта серия была вам интересна, и я благодарю вас за просмотр, как всегда, конечно же. Спасибо огромное за то время, которое вы мне уделили. Всем до новых встреч, увидимся совсем скоро, всем пока!